Всем привет! Международные перевозки сейчас являются желанным сегментом работы для многих водителей. Однако, если сейчас границы открыты и для работы на международных рейсах нужно лишь выживать в конкуренции, то в советское время все иностранные перевозки были монополизированы. Первые международные перевозки были совершены в 1933 году, а спустя 30 лет в 1963 году работу по экспорту и импорту грузов стали систематизировать, создав ее по сути с нуля. Задача была архисложная, поскольку в СССР на тот момент еще не было полноценного грузовика для перевоза грузов на дальние расстояния. Для цели международных перевозок были закуплены чешские тягачи Шкода 706, которые поставлялись вместе с прицепами-рефрижераторами Арик Леон. Тягачи имели колесную формулу 4х2 и разгонялись до 75 км в час, но обладали передовой на тот момент бескапотной компоновкой, дизельным 160-сильным двигателем и простой кабиной со спальным местом. Позднее эти автомобили поставлялись в СССР и для работы на внутренних маршрутах. В 1965 году Минский автозавод выпустил свой сидельный тягач с бескапотной компоновкой МАЗ-504. МАЗ разгонялся до 85 км в час, имел более мощный дизельный двигатель ЕМЗ-238. Софтрансавта даже добилась у Госплана специального пропуска по изготовлению тягачей для работы на международных перевозках. В целом неплохие для своего времени тягачи столкнулись при эксплуатации с нерешаемой проблемой. МАЗ не имел сети сервисов за рубежом. Если машина ломалась, то ее либо приходилось ремонтировать на обочине подручными средствами, либо буксировать назад в СССР, что срывало сроки поставки и растягивало поездку водителя на недели. Тем не менее, от МАЗов полностью не отказались, просто было решено расширить автопарк, в том числе и за счет иномарок. Именно по этой причине в 1973 году в Ленинградскую автоколонну были закуплены 100 тягачей Volvo F89 с французскими полуприцепами трейлер. Автомобиль с 330-сильным двигателем и 16-ступенчатой коробкой передач сразу же стал мечтой любого водителя. Эта техника была надежнее предшественников. Если вначале предполагалось вернуть шведским производителям первые грузовики через 6-8 лет эксплуатации, то на деле эти планы не были выполнены из-за огромного ресурса тягачей, многие из которых проехали в итоге по 3-4 миллиона километров до списания. Поздней Софтрансавто также покупал более современные модели F10 и F12. В начале 70-х автопарк Софтрансавто составлял 300 грузовиков, увеличили его за счет покупки партии грузовиков Mercedes-Benz. Постепенно разрастаясь, компания расширила свою географию поставок до 25 стран. Помимо стран соцблока, международные перевозки осуществлялись в Монголию, Турцию, Иран, Ирак, Афганистан, Сирию, а с 1983 года начались приграничные перевозки в Китай. Автопарк компания разросся до 3,5 тысячи автомобилей. На тот момент это была одна из крупнейших компаний Европы. В Софтрансавто работали 15 тысяч человек, 7 тысяч из них были водителями, и конкурс был при этом огромный. Помимо хорошей зарплаты, водители получали доступ к дефицитным товарам, которые можно было перевезти из-за рубежа. В предприятии был высокий конкурс, но требования были не менее высокими. 5 лет без аварийной езды с открытыми категориями CE на внутренних рейсах СССР. Водитель первого класса. Кандидат на работу должен был пройти проверку в органах госбезопасности. Наличие жены и не менее двух детей также было обязательным пунктом. С водителями Софтрансавто плотно работали представители КГБ. Поскольку водители имели постоянный контакт с иностранцами, необходимо было проводить постоянный инструктаж и следить за благонадежностью водителей. Тут, кстати, и кроется объяснение последнего пункта требований. Считалось, что не имея минимум двух детей, водитель неблагонадежный и из зарубежного рейса может не вернуться. Пройдя первый этап отбора, водитель приходил ко второму. Сначала нужно было проработать полтора-два года слесарем в автоколонне. После этого допускали к международным перевозкам в страны соцблока. А уже спустя 2-3 года водитель мог допускаться к перевозкам в любую страну. Помимо доступных за границей благ, водитель получал сдельную зарплату, которая доходила до 500 рублей. Работало автопредприятие до самого развала СССР. После развала были потеряна часть находящихся теперь в других странах автоколон. Но софтрансавта продолжил существование и функционирует по сей день. Правда, уже давно не является тем автогигантом, которым было предприятие 30 лет назад. А на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Обязательно комментируйте и делитесь с друзьями. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!